Добрый день, дорогие друзья! Чайник здесь, и сегодня я хотел бы вам немножечко рассказать о том, что у меня происходит в жизни в плане моих клавиатур. Те, кто давно со мной на канале, помнят, что я очень долго охотился за одной клавиатурой под названием Ikea 68, она же Aurora. Вот. Мне было, ну, очень интересно эту клавиатуру потрогать. Это было еще в те времена, когда в Россию нормально доставляли, ну, то есть можно было заказывать из-за рубежа, то есть и оплачивать, и доставка из-за рубежа была DHL. В общем, очень я очень охотился, ждал клавиатуру, когда начнется группай, я поучаствовал в этом самом группая, и ждал, по-моему, полгода или даже более того, когда эту клавиатуру начнут пороизводить. Причем, как бы, я заказал не только клавиатуру, но и у нее есть отсек под металлические бейджики на магнитиках. Я, соответственно, заказал вот этот дополнительный бейджик к этой клавиатуре в виде на тот момент, ну, в принципе, и сейчас один из моих любимых мемов. Это PopCat, это котик, который так ртом цокает. В общем, очень милый котик, и я заказал с ним, соответственно, бейджик. Причем он стоил мне на тот момент около двух с половиной тысяч без учета доставки. То есть только за эту маленькую вот эту пластиночку в цвете Rose Gold. Но финального какого-то видения по поводу того, что будет из себя представлять эта клавиатура, у меня, если честно, не было очень долгое время. То есть, да, там были свитчи, которые мне нравятся на тот момент. В принципе, сейчас были кейкапы, которые я планировал на нее надеть. У меня было примерное понимание того, какой лейаут я в итоге хочу. Если кто не в курсе, то iKi68 это модульная клавиатура. То есть, у нее есть сокеты HotSwap под разные лейауты. То есть, можно сделать ISO, можно сделать ANSI, можно сделать гибрид этих лейаутов. И в этом плане какое-то представление имел, но не до конца. Такое чувство, что не было финальной формы у этой клавиатуры лично для меня. И теперь я понял, понял, что под вот этот бейджик, вот этот цвет Rose Gold, мне нужны были кейкапы, похожие на альпаку. То есть, если помните, там были когда-то кейкапы, был группай, естественно, я на него не попал. Если что, прогуглите. По-моему, оно так и называется, альпака. То есть, они вот с свитчами Silent Alpaca. Также был комплект кейкапов, которые очень похожи по цвету, по цветовой гамме. Но, естественно, найти кейкапы, которые уже не производятся, которые производились очень ограниченным тиражом в текущее время, то есть, спустя уже 5 лет, наверное, или даже больше, сейчас, наверное, не представляется возможным. Поэтому я терпеливо выжидал, если можно так выразиться, возможности поменять на этой клавиатуре кейкапы на какие-то другие. В данный момент у меня стояли кейкапы с тематикой Dark Souls, но, к сожалению, как-то вот они мне не заходили конкретно на этой клавиатуре. Возможно, на другой они будут смотреться лучше, приятнее, интереснее. Но на конкретно этой клавиатуре, на вот этом полупрозрачном темном пластике, никак не сходилась у меня в голове картинка, и мне не хотелось этой клавиатурой пользоваться. Более того, лейаут тоже мне не особо как-то вот подходил, он будто вот вызывал у меня какие-то негативные ассоциации. Возможно, это из-за того, что я никак не мог нормально сделать стабилизатор на этой клавиатуре, они всегда цокли, мне всегда приходилось их еще подмазывать. Но сейчас я придумал такой выход. Во-первых, я нашел кейкапы, которые, на мой взгляд, идеально подходят сюда. Это, опять же, DomiK. Кейкапы называются DomiK, DCS, ABS, Villanella Killing Eve, как так называется. В общем, очень красивые кейкапы, на мой взгляд. И по поводу лейаута я понял, можно, в принципе, избавиться практически от всех стабилизаторов, кроме Enter и пробела. Если бы еще была возможность сделать разделенный пробел, это было бы вообще просто песня и сказка. Кстати, возможно, стоит заказать разделенные пробелы. Как я раньше до этого не додумался. Можно сделать таким образом, чтобы не было стабилизаторов практически вообще в этой клавиатуре. И я это и сделал. То есть я убрал бэкспейс, заменил его на два бэкспейса. Один из них Delete, другой бэкспейс. Второй Shift тоже. Shift я тоже заменил на короткий Shift с слэшем. Причем слэш я поменял на один из FN-ов. То есть у меня теперь два FN-а под левую и под правую руку. И Enter у меня вертикальный. Он красивый. Он не звенит. С пробелом тоже, слава богу, все нормально. Его не надо там сильно подмазывать, ничего такого. И теперь клавиатура для меня практически идеальна. То есть я подобрал то, что мне максимально подходило. Мораль всей басни в чем? Я рассказал это все для того, чтобы поделиться. Это некий такой влог. Некий такой, не знаю, можно правильно так выразиться, экспериментальный формат. Но тем не менее, это видео для того, чтобы рассказать, что происходит у меня в жизни. В плане моих приключений с кастомными клавиатурами. Если вам интересно больше узнать про эту клавиатуру, если вам интересно увидеть по ней обзор или еще какие-то мысли, может вас конкретно что-то интересует, то вы пишите в комментариях. Я читаю все комментарии. Соответственно, возможно, в будущем по этой клавиатуре выйдет больше видео. А с вами был Чайник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. И до новых встреч, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok